Здравствуйте, дорогие телезрители! Эфир канала РГВК Дагестан продолжает программу «Вдохновение». Сегодня мы находимся в уютном кафе «Рандаву Тайм». Кафе очень располагает хорошим беседам. И в гостях у нас сегодня, ну, мультипликатор, наверное, громко звучит, но человек, который впервые в Дагестане придумал и сделал возможным создание мультиков детьми. Это Заира Акзагова. Здравствуйте, Заира! Добрый день! Я очень рада вас приветствовать сегодня у нас в проекте, потому что очень люблю людей, которые, ну, не живут просто так, а пытаются как-то изменить мир, внести что-то прекрасное, что-то свое, что-то очень позитивное и созидательное в жизнь, в свою жизнь и в жизнь тех людей, которые нас окружают. Вот детская мультипликация, что это такое вообще? Как это вам пришло в голову об этом? Хотелось бы, чтобы рассказали немного. Ну, наверное, это такой способ, новый способ для меня, во всяком случае, да, в моей практике. Это новый способ найти такую короткую дорогу, вот эту коммуникацию, да, к, как бы, к возможности быстрой реализации внутренней ребенка. Очень правильно. Очень правильно, потому что коммуникация – это общение, да, получается, предполагает? Да, вот я как педагогика имею, допустим, свою педагогическую практику вот в процессе. Расскажите, пожалуйста, что за практика? Я знаю, что художники вы. Я работаю в школе Мурада Кожлаева, веду класс изобразительного искусства. Художник. Художник, да. И вот у меня такой достаточно уже большой опыт работы с детьми, и так как я работу свою очень люблю, и я очень люблю работать с детьми, то вот каждый раз из года в год вот я вот, как сказать, сталкивалась с определенными какими-то, это даже не столько проблема, сколько вот ситуации, допустим, какие-то вот в росте ребенка, вот внутреннего самопознания, вот в его возможностях что-то создавать. И даже вот, вот казалось бы, у нас такой чудесный класс, все очень родители абсолютно уверены в том, что их дети прекрасно рисуют, да, любят изображать, они любят сердце, все это, да, но тем не менее, когда вот они попадают в какую-то структуру, я просто столкнула с тем, что очень мало творящих детей. Может, просто надо расстричь этого ребенка? Потому что, ну, как бы, ну, не бывает бесталанных совершенно, абсолютно бесталанных, без, как бы сказать, ненужных людей, бесполезных людей, душевно бесполезных? Ну, нет, конечно, нет, абсолютно не бывает, тем более уж, когда речь идет о детях, конечно же, нет. Дело даже не в том, имеет ли ребенок талант или нет, дело в том, что мы даем этим детям, вот по дороге, своему достижению, допустим, каким-то своим успехам или что, каких людей они встречают. Как вообще идея такая возникла? Потому что, например, книгу о Гарри Поттере кто написал? Женщина, у которой был ребенок. Она ехала в поезде, да? Джоанна Роллинг. Да. Нет, в поезде, да. Джоанна Роллинг, да, по-моему? В принципе, можно сказать и так, да. Ты где-то ехала или как? Как это вообще? Нет, я нигде не ехала, просто мы много очень смотрим кино с моим мужем. Мы смотрим кино, и я, честно говоря, очень люблю мультипликацию, я люблю мультфильмы. Мне всегда они нравились, мне нравится этот жанр, направление в искусстве, вот мне просто это нравится. И вот мы сошлись в каких-то интересах. Мы просматривали кино, мультфильмы разные. И вот как-то совершенно элементарно. Он оператор, я художник. Просто даже банально за столом просто у меня пришла идея. Я просто ему говорю, допустим, интересно, снимать мультфильмы это сложно, вот по факту. Он говорит, нет, не сложно. Я же говорю, мне очень нравится в нем основной... Он ни в чем никогда не видит сложности. Он говорит, нет, не сложно. Я его спрашиваю, ты можешь? Он говорит, конечно, можно. Такая мотивация, да? Это возможно. Конечно, могу. Просто это показалось так просто и легко сначала. И мы решили попробовать. Мы попробовали с ним, мы установили программу на обычный, да, iPad. Мы снимали. И вот когда мы только стали снимать, вернее, я снимала у меня по старту, я снимала. И это меня в такой приводил дикий восторг, такой детский восторг. И я не могла, у меня, не знаю, какой-то, наверное, месяца-два я не могла от этого ощущения, такого приподнятого настроения, такое, знаете. А я работала с детьми, и я предложила снимать мультфильмы детям, с которым вот мы рисовали. Это так их... Улекло, да? Улекло. Это настолько, короче, они были увлечены. Вдохновлены. Да, и главное, столько в них поднялось. Наконец-таки, вот я к чему хочу подвести, когда мы с ними рисуем, почему вот я хочу вернуться к тому, что иногда ставишь перед ними какую-то задачу такую, да, вот. Вот, допустим, что такое зоум? Мы все время, да, как педагоги, сестраиваем перед ним какие-то такие, ну, давайте нарисуем лето. Ну, я не знаю, есть тематические какие-то планы, да. Мы должны все время чему-то учить, понимаете. Мы ставим в положение их, когда мы все время, все время что-то навязываем. Рисуем лето, рисуем осень, рисуем там по произведениям Пушкина, иллюстрации, то есть мы все время им задаем ритмы. Они, в конце концов, они перестают, знаете, что они, у них, во-первых, нет мотивации, они перестают чувствовать самих себя. Они даже не знают, что они хотят сами. Вот с этим я столкнулась у себя на занятиях. Я как только им даю свободную тему, у них каша, вот абсолютная каша. Я же понимаю, что если каша на бумаге, значит, каша в голове. Что-то такое, что вот они какие-то свои несвязные мысли, что какая-то эмоция, все у них как бы выходит. А вот нормального произведения самостоятельного нет. Да. Задаю тему. Задаю тему. Все прекрасно, объясняю, показываю цвет, все. Ох, какое чудесное произведение. Приходят родители и говорят, как классно, как здорово. Вы посмотрите, там вот, примерно, да, как вот хорошо рисует мой ребенок. Опять дают свободную тему. Опять ребенок сам творить не может. И я понимаю, что проблема же не в ребенке, проблема в нас, в мамах, в папах. В том, что мы не умеем организовать их творчество. Нет, нет, не потому что мы не умеем организовать. Может, мы многие вещи просто не понимаем. Мы все время им что-то диктуем. Ну, такое время, может быть, такой темп. Нам все время нужно ускоряться. Мы все время детей, все время направляем, понимаете, во всем. Не даем возможности им самим раскрыться. Да, помоем руки, сядь за стол, не садись на стол, не лезь под стол, не залази в лужу. Понимаете, вот это бесконечное... А у вас в студии дети имеют право двигаться совершенно спокойно, да? Нет, у нас в студии сама методика просто другая. Какая она? Потому что мы даем возможности там... И вот, знаете, сама мультипликация, она предполагает, что там большой выбор профессий для создания мультфильма. Она предполагает некую свободу. Свободу в сочетании с развитым интеллектом. Я не знаю, сколько я ясно смогу это сейчас объяснить. Вы понимаете, то есть мы что делаем? Мы даем ему свободу выбора. И вот в этом своем выборе, то есть в этой именно свободе, у него развивается интеллект. Потому что ему нужно самому, понимаете, самому прикладывать усилия, чтобы придумать, самому, чтобы сделать, самому, чтобы снять. То есть даете удочку, точнее, не рыбу. Самим приходится, да, самим вот это вот все на это ходить, идить, эту рыбалку там, что они там вылавливают. И вот в процессе этой деятельности, ну, конечно, как там, там изначально не может быть ни свободной обстановки. Ну, у нас, значит, есть студия мультипликации, да, КОТ, он называется в Дагестане, в Махачкале. И сколько по времени существует ваша студия? Ну, мы, в принципе, нам уже два года. Два года. И, в общем, есть уже и мультик, наверняка, я предполагаю. Нет, у нас много мультфильмов. Они изначально с первого своего занятия. Вот вы можете прийти и сразу снять свой мультфильм. Это недолгий процесс. Первые, конечно, много. Это такие разные тематические, всякие разные мультитюды. Ну, может быть, вы нашим телезрителям представим этот мультик, чтобы они имели представление, что действительно есть творчество, и действительно это возможно. Ну, да, вот у нас есть один мультфильм, который мы уже можем показать как самостоятельный полнометрозный. А давайте покажем. Давайте. А куда же гном пропал? Это просто мистика. Он под дождичком гулял с зонтиком из листика. Он под дождичком гулял с зонтиком из листика. Стынет завтрак и обед, в доме гнома чистенько. Только гнома дома нет с зонтиком из листика. Только гнома дома нет с зонтиком из листика. Да куда же гном пропал? Это просто мистика. Гномик тучи разгонял с зонтиком из листика. Гномик тучи разгонял с зонтиком из листика. Дождик капать перестал, в целом небе чистенько. Гномик ужинать шагал с зонтиком из листика. Гномик ужинать шагал с зонтиком из листика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот этот мультфильм, его кто делал? Сколько лет детям, которые у вас занимаются? Этот мультфильм снимала девочка. Ей 16 лет. Она постарше будет. Я видела у вас дети и помладше. Да, но просто этот мультфильм, он же... Такой. Если посмотреть, да. Там же видно, там уже законченная работа, от ночи мысль абсолютно прослеживается во всем. То есть законченная мысль. Да, ну конечно, это уже ребенок сложенный. Он эмоционально сложенный, он интеллектуально сложенный. Да, и ты девочка, она целеустремленная. Но я хочу сказать, что это ее совершенно первая работа, понимаете, абсолютно первая. До этого у нее не было опыта. Вот она пришла, ей поставили задачу, ей объяснили. Мы начали работать, мы сделали несколько проб, поставили произведение, послушали. И вот она стала работать потихоньку, потихоньку. Я, например, считаю, что это, ну, это большое достижение. Этот мультфильм на большое достижение. А я тоже так считаю, потому что, ну, как бы, это же действительно удивительно. Приди за раз. Я даже думала вначале, что это взрослому человеку сложно это делать, а тут ребенок, да? Более того, вот мы, вот как мы строим свою работу, мы абсолютно им не навязываем вот такого своего мнения. То есть мы только их можем слегка корректировать и направлять. Вот если мы видим, что он где-то там ошибается, мы даем всевозможные примеры, на примерах, вот он смотрит, для того, чтобы скорректировать свое собственное видение. Вот с Настей, она работала самостоятельно, мы просто ее наблюдали, наблюдали, вот ход ее мысли. И она вот, это настолько ее самостоятельная работа. Где-то один-два раза у нас была ситуация, когда нам пришлось ее немножко смотивировать, потому что это очень сложно. Полгода у нее ушло на снятие этого мультфильма. Такие терпеливые детки, я никогда не думала. И она работала очень много, она почти снимала каждый день. Нет, она приходила, снимала. А как вот так увлечь детей вам удалось? Что полгода работал над одним фильмом? Это же вот взрослому человеку сложно так сосредоточиться, сконцентрироваться. А тут ребенок. Нет, это не так. Это не тяжело с конца, понимаете, как? Это как вот, как все равно, что вы рождаете нечто свое, и это ваше свое, оно все время оживает. И вот в процессе этого оживления, вы настолько этим увлечены, вы все время хотите в этот мир погрузиться. Там не нужно никакого принуждения, там абсолютно не нужно. А только ребенок создал своего героя, он же создатель, понимаете, это то, кого он создал. Вы увлекли детей, более того, вам удалось еще и собрать вокруг себя очень таких уважаемых мною и не только мною людей. Это Мусас Эльдельевич Гаджиев, филолог, преподаватель наш, который читает интересные лекции по литературе у вас. Это Татьяна Павловна Петеньна, искусствовед, заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Ну вот этих людей организовывается. Есть еще Степанов Александр, он у вас ведет, получается, театральную студию. Вот эти другие уже параллельные творческие студии, как они возникли внутри мультипликации? Как возникла необходимость в них? Само создание мультфильма, оно предполагает наличие определенных знаний. Ну, как только мы стали создавать мультфильмы с детьми, когда мы уже, конечно, углубились и хотели создать уже мультфильм, где там есть сюжет, есть построенная сюжетная линия, где там есть хорошая декларация. Ну, конечно, автоматически мы столкнулись с большими трудностями. Мы столкнулись с тем, что знание литературы необходимо. Не столько литературы понимать, сколько понимания литературного текста. Ты должен понимать того, кто создает писателя. Ты должен обязательно понимать, что он пишет, о чем он пишет, как он пишет, где, на что нужно обратить внимание, на что нет. Дети с восторгом восприняли вот эти, ну, я, конечно, плохо себе представляю, как Мусаса Альберыча можно плохо воспринять, но вот эти ваши идеи, или родители, вы от чего исходите? От родителей, пожеланий родителей, или у вас полная свобода, или дети вам как-то диктуют вот это все? Нет, нам, в принципе, ни родители, ни дети, конечно, никто ничего не диктует. Или сам процесс так развивается. Просто сам процесс, да, создание, он предполагает, вот сначала мы точно, абсолютно убеждены были, что без литературы они дальше не смогут поделить. И знаете, как это происходит? Вы смотрите, ребенок создает мультфильм, вот он один, два, три раза попробовал, когда мы смотрим, уже смотрим мы все вместе, И вот он видит, что, в принципе, на экране абсолютная какофония, ну, пока он создает, ему весело, все оживает, все двигается, но когда он смотрит, когда рядом есть зритель, он понимает, что зрителю неинтересно. Вот, кстати, да, вы хорошо сказали, наверное, это действительно так, потому что, вот как мы вообще пришли к этим дисциплинам? Да, действительно, там была такая вот, были определенные, не то что ситуации, было такое вот у нас, как бы, понимание. И вот смотрите, ребенок просматривает, один, два, три, и, допустим, работа другого ребенка, где есть сюжет, ну, допустим, у этого ребенка более развито воображение. И это настолько, вот, когда ты смотришь, сравниваешь, это настолько заметно, а потом они же просматривают уже авторские мультфильмы хорошего качества, да, хорошего. И вот сами дети у нас пришли к тому, что они сказали, да, нужно понять, нужно знать, нужно знать, о чем ты пишешь. То есть они захотели строить сюжет, писать сюжет, потому что они понимают, что без мыслей, без хорошего мультфильма, да, без построения, они не могут снять хорошего мультфильма, он неинтересен кому-то еще, да. Вот, действительно, у них появился осознан этот запрос, запрос, он появился. Но не скажу, что там вот все дети прям так, с таком каком-то оказались. Но они же друг друга подстегивают в каком-то плане, да, друг друга как-то... Когда к нам Мусан Сельдорович пришел в студию, конечно, для многих детей это была такая какая-то шокотерапия. Во-первых, потому что это совсем другой уровень интеллекта, согласитесь, да, совсем другой уровень... Культурный шок испытали, да? Да, совсем другой уровень, уровень вообще вот не то, что там вот... Мышление. Мышление. Это же человек уже совершенно сформированный, причем очень высокого, красивого уровня, то есть это же очень высокий уровень, да, мыслей. Задали. Мыслей, да, вот это. И, конечно, детей просто прессовало. Многие дети даже у нас не смогли, они ушли. Родители задачи нашу недопоняли, тоже многие, потому что они осознали вот этой глобализации нашей самой идеи. Они думали, ну, мы читали. Боже, школа литературы, здесь, если вы поймете, у нас не литературные чтения. У нас идет... Вы разбираете текст буквально. Да, не просто текст, он разбирается с ними. Вот автор вот пишет буквально понимание текста, понимаете, вот именно структуру текста. То есть с самого начала он учит их размышлять, то есть как бы окунаться в текст. Абсолютно, но не представьте, как это интересно. Вот я сижу на их занятиях и слушаю, и я думаю, боже мой, это как же я вот это все... Да, Сильдерович, и представляю, потому что он действительно, это такой интеллектуальный уровень. Потом искусствоведческое вот знание понадобилось. Да, необходимое... Нет, это не сразу. Не сразу. Хотя, по-моему, мы тоже пришли уже через год, через полтора года своей практики, когда мы, уже работая с детьми, мы уже брали какие-то с ними произведения. Это были произведения разных авторов, детские стишки, так и так далее, все там. Но мы пришли к тому, что удивительно, вот в процессе беседы с ними, что дети абсолютно не знакомы со своей культурой. Вообще никак не знакомы. Когда у нас возникли какие-то, мы брали произведения дагестанских там композиторов, просто они не знают. Мало того, что они делят, конечно, на национальные какие-то... У вас такой научный подход вообще, вы какие молодцы. Да, мы, знаете, мы вот все исследовали, и вот в процессе исследования создавалось у нас все новое, новое видение. По сути, это самотворящая студия. Она такая, знаете... Я же говорю, она сама развивалась. Да, мне не то, что нравится, что она увлекает. Как будто у нее есть твоя душа, и эта душа собирает. Мы ее просто вот собрали, свои мысли. Родственные души. И это, видимо, настолько было правильное, что она сама себя вот стала вот творить, создавать, и к нам присоединяются люди. Вот мы с Василием Галичем, казалось бы, при всей его занятости, да, он был, ну... Это его тоже увлекло. Да, и он был сначала заинтригован. Ему было интересно посмотреть, что это. Вот второй год нам интересно вместе. И я вот расскажу про Мусаса Лидаревича. У нас на самом деле оказались дети, которые ходят к ним второй год. И я могу подтвердить, и Мусаса Лидаревич наверняка тоже, и родители. Мы же это всегда обсуждаем каждый раз, насколько интеллектуальный уровень людей вырос. Просто вырос. И знаете, как он вырос? Не путем давления, а путем просто предоставления нового уровня информации, новый класс людей. Искусствоведческие лекции или занятия, они как проходят? С Татьяной Павловной. С Татьяной Павловной? Да. То есть как бы они не знали, но когда они узнали, они обрадовались. Как они восприняли эту информацию? Нет, никто, конечно, не обрадовался. Потому что у нас есть школа, которая, ну, как сказать, она учит детей не радоваться новым предметам. Поэтому, конечно, никто не обрадовался о том, что мы будем изучать историю Дагестана. Поэтому все... Искусствоведческую историю, да? Да. Историю Дагестана. Да, фольклор в Дагестане. Искусство Дагестана. Искусство и фольклор в Дагестане, да. Никому это не было, никто не был с детей у нас в таком, конечно, восторге. Ну, все... Так как, я же говорю, так как мы всегда приходим из чего-то к чему-то, мы пришли к убеждению, что все-таки нам нужно это знать. Просвещаться нужно. Просвещаться. Образовывать себя, да? Ну, конечно, вот, да. И вот мы вот так подошли к Татьяне Павловне. Ну, когда у нас пришла Татьяна Павловна... И они ее видели, такую замечательную Татьяну Павловну. Да, Татьяну Павловну, которая опять-таки... Вот я так не люблю это слово, на самом деле, атмосферное. Мне очень не нравится это слово. Но когда я вижу ее занятия, вижу Татьяну Павловну, и ничего другого не говорю, она, вы знаете, она атмосферная. Она создает вот эту атмосферу. Она психика получает в себя. Она очень уютная, очень теплая, очень светлая. И вот эта вот ее коммуникация, вот эта ее легкость, вот эта ее, знаете, способность красиво говорить, она, конечно, увлекла детей. Она их увлекла. И дети... Да, им стало нравиться это слушать. Знаете, им стало нравиться слушать историю Дагестана, традиции, фольклор. И вот так вот мягко, опять-таки, очень ненавязчиво. Они погружаются, они никогда не... Ну, то есть с удовольствием всегда идут на эти занятия. Мы их иногда проводим в музее. Там это очень красиво, наглядно все можно посмотреть. И в музее они бывают, экскурсии в музее. У них обязательно такая программа, они будут посвящать музею. Вы знаете, я сижу и, ну, не люблю это слово, но завидую этим детям, у которых есть такая возможность, ну, развиваться. Причем это делают они играючи, получается, у вас. Да, легко и путем своего собственного выбора. Да, но у вас есть еще одна студия в студии. Это, значит, театральная студия. Ну, да. Но это вообще, я сам Бог велел, я не знаю. Да, потому что, вот смотрите, какой мультфильм без понимания театра. Опять-таки, давай мультфильмы, да. Мы пришли к выводу, да, мы уже где-то понимаем литературный текст. Мы, допустим, понимаем вот эту разницу между литературой и режиссерским сценарием, примерно. Это мы уже где-то видим. А теперь по факту мультфильм, как из произведения сделать мультфильм, они сталкивались с новой, с новой, с новой проблемой. И тогда, конечно, у нас необходимость возникла в театральной студии. И Саша, это был, конечно, идеальный вариант, потому что Саша работал и в кукольном театре, что ближе к мультипликации, и в детском театре. И, конечно, у него большая вот эта богатая практика. Вот, и вот так вот Саша пришел к нам, эта идея оказалась тоже созвучна с ним, потому что она, оказывается, очень мечтала снимать мультфильмы. И нам всем очень нравится то, что мы, на самом деле, можем взять и делать то, что мы хотим. Понимаете? Ну, я даже здесь хотела показать, как идут у вас занятия с Сашей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я заметила, что ваши дети – это очень зрелые души, зрелые люди. Вот, вроде бы, дети внешние. Такие вдумчивые, вообще, такие классные ребята были и есть, слава богу, что вот за будущее Дагестана мне не страшно. С такими детьми, тем более, когда есть такие люди, которые умеют их направлять в нужное русло, и, ну, как бы, не навязчиво вот так их учить творчеству, потому что это, наверное, очень важно творить. И внедрять их в эту среду, да, творчество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что ж, у нас, так как, поскольку проект называется «Вдохновение за Ирой», я бы хотела у вас спросить, что вас вдохновило ваш ребенок, который тоже маленький и которому, может быть, очень, ну, как бы... Нет, он, конечно, был самым мощным мотиватором. Да. Потому что... Ну, я, например, конечно, считаю, что, да, благодаря ему, наверное, у нас вот появилось столько желания, столько вот этого огня постичь, потому что надо было понять, надо было создать среду для него. Мы вот буквальным образом стали ее создавать. Потому что, обучаясь, познавая, мы сами очень сильно изменились, как родители. Мы стабилизировались, у нас изменилось очень понимание, отношение вообще. Настолько глобально, что я, например, хочу сказать, что даже три года назад, вот я, например, мой муж, мы были совсем другие люди, с другим представлением о том, как вот нужно воспитывать детей. Теперь вот получается, что вот это, ну, побудило вас взять это в свои руки и сделать, ну, кто, если не мы? Да, просто взять и сделать. Ну, тогда вот, Заира, ваше пожелание нашим всем зрителям? Что бы вы им пожелали бы? В том числе и деткам. Ну, детям, наверное, конечно. Можно пожелать, но я вот хочу обратиться к родителям. Я все-таки желаю каждому ребенку по возможности иметь такого, знаете, осознающего уже взрослого родителя, чтобы именно мы несем ответственность. Вот я бы пожелала сделать эту понять ответственность, которую мы на самом деле несем за своих детей. И мы строим их судьбу, буквально мы, никто, никто за нас это не делает. Ни школы, ни государства, ни система, никто абсолютно. Только мама и папа, больше никого не существует. И только мы создаем мир своим детям. И вот я родителям, конечно, желаю вот этой внутренней мотивации расти. Духовно обязательно, психологически читайте, изучайте. Сейчас уже мир достиг таких больших успехов. Столько информации, столько книг. Все делятся своим опытом. Не стойте на месте. Не берите за правило то, что уже известно. Потому что мир же уже поменялся. Открывайте себе этот мир. Да, творите, идите. Единственное, что я точно это знаю, точно, что теперь я это понимаю. Здесь такая красота спасет мир. Нужно идти туда, где красота. Вот там, где красота, это всегда свет. А творчество, это всегда красота. Любое твое. Это все-таки надо в себе это растить. И в детях своих растить. Спасибо вам большое за Ира, потому что абсолютно справедливые слова и абсолютно правильные у вас ориентиры. И дай Бог, чтобы ваша школа процветала. Спасибо. Я ее назвала школой. Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Я благодарю всех вас за внимание, от всей души, от всего сердца. Всем вам желаю, чтобы у вас обязательно были творческие дети. И сами вы были творцами и своей судьбы, и судьбы своих детей. Всего вам доброго. И до новых встреч в эфире. Вдохновляйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok